Здравствуйте, уважаемые коллеги! Для начала техническая связь. Если хорошо слышно, нажмите на огонёчек, если вы меня видите и слышите. Всё, отлично, вижу ваши огонёчки. Ну что ж, друзья мои, приветствую вас. Мне всегда очень интересно с вами общаться. И я надеюсь, вы будете активны участвовать в чате в том числе. Ну что ж, что такое стресс? Все мы знаем, что такое стресс, мы его переживаем в определённые периоды нашей жизни. То нам становится хорошо, то нам становится плохо, возникают. Мы устаем. Для педагогов и вообще людей, профессий, которые общаются с людьми, есть ещё такое понятие, как профессиональное выгорание. Это тоже последствия стресса. Так что такое стресс-менеджмент? Вот такое запутанное слово. Это совокупность действий, которые позволяют справиться со стрессом после неприятных ситуаций. А также методы управления стрессом, позволяющие препятствовать конфликтам в рабочем коллективе. И теперь, друзья мои, у меня к вам вопрос, пожалуйста, напишите в чате. Как вы считаете, на ком лежит ответственность за профилактику стресса? Это очень такой интересный вопрос. Потому что, например, если учитель стрессует, то он может сорваться на ученике. И это чревато чем? С серьёзными последствиями для школы. Жалобы родителей, жалобы на кого-то ещё. Так, психолог, педагог на самом человеке, на самом человеке. Каждый сам руководитель, психолог. Друзья мои, по сути, руководитель должен был. Но жизнь наша такова, что спасение утопающих в руках самих утопающих. Никто вам помогать не будет. На руководителя сейчас возлагают столько всяких ответственностей, заполнения документации, всяких разных вещей. Так что, если хотите быть счастливыми, просто, как говорит Казьма Прутков, будьте им. И не ждите, пока кто-нибудь для вас это устроит. Мы берём всю ответственность на себя, причинность на себя. Потому что, на самом деле, даже если организация обеспечит вам всем необходимым, мы сейчас в дальнейшем увидим, что стресс – это необходимая часть нашей жизни. И со стрессом можно хорошо справляться. И из него даже получить некую выгоду. Так вот, и что же происходит во время стресса? Ну, надо рассматривать человека как единую систему. Это тело человеческое, наше бессознательное чувство, эмоции, интеллект и дух. Так что же вот всё это? Тело мы знаем, да, наши мышцы, сердце, руки, ноги, гормональные системы, кровеносные сосуды. Это всё наше тело. И оно реагирует во время стресса. Бессознательное – это… Иногда это опыт, который мы получаем в перинатальном периоде, то есть, будучи ещё нерождёнными в животике у своей мамы. Все переживания родителей остаются в памяти человека, в памяти ребёнка, а потом он вырастает, как мы с вами становимся взрослыми людьми, а эти остатки есть. Есть неосознаваемое детство, есть привычки, которые нас научили. Так надо, так нельзя. Сначала это, потом другое. Мы… Это у нас запечатлевается в наших головных файлах. Мы это запоминаем. И нам кажется, что это так и должно быть. Мы даже часто не замечаем, что… Ну, мы уже вроде бы выросли, и это не так уж актуально. Особенно это касается психологических реакций. Если какие-то вещи наружные, внешние, мы меняем соответственно, моде, эпохе, времени, возрасту и так далее. Наши чувства и эмоции, наше восприятие информации часто работает по шаблону, по тем сценариям, которые записаны в нашем сознании в период, когда мы сами были не слишком осознанными, то есть были малыми детьми. Есть еще другое понятие, понятие поле окружения, которое тоже на нас влияет. И по некоторым технологиям есть, что это родовая система, даже родовая память наших предков оказывает внимание на свое влияние на бессознательное. Следующее – это чувства и эмоции. Мы все с вами переживаем. Вот вы пишите «добрый день», «здравствуйте», что эти слова вызывают не только для этикета, они еще пожелания добра, вызывают эмоции положительные, яркие. Или такие обычные, но здравствуйте, будьте здравы, добрый день. Мы не говорим просто день, а именно добрый день. Пожелания некоторые. Это все касается чувства и эмоций. То есть эти чувства и эмоции наши настолько важны, что слова, которые передают эти качества, вплетены в наш ежедневный обиход. Интеллект. Интеллект – это то, как мы думаем, все понятно. Дух – это нечто большее. Это понимание нашей миссии. Понимание… Вот когда человек задает философский вопрос, вот вся философия про дух. Это зачем я живу, откуда пришел, куда пойду, и что дальше. Вот эти все вопросы, которые неосязаемые вещи, это все касается духа. Вот нам пожелала Ивашенко Екатерина хорошего и продуктивного рабочего дня. Благодарим вас. Итак, как проявляется стресс на всех этих уровнях? Во-первых, когда мы переживаем стрессовые состояния, это когда нам плохо, кто-то пришел и сказал какое-то слово, ты не ожидаешь, и говоришь, как это? И все, у нас спал тонус, эмоциональный тонус. И тогда что может быть? Нарушение сна, мышечные боли, хронические заболевания, боли это серьезные, мышцы слабеют. Если вы замечали, то в состоянии стресса у вас мышцы слабеют. Даже если вы спортсмен, просто они становятся рыхлыми. И они восстанавливаются не от того, что вы занимаетесь спортом, гантели тягаете, не, нисколько. Оно восстанавливается в тот момент, тонус, мышц, когда вы преодолеваете это стрессовое состояние. Бессознательное, как реагируют, это неожиданные поступки. Вроде бы вы хотели идти туда, а вот резко поворачиваете, идете в другое место. Иногда это неожиданные взрывы эмоций. Вроде бы простая вещь, вот накопилось, накопилось, разные люди что-то говорили, терпили, терпили, и в какой-то момент на самое простое замечание слова вы взрываетесь. Человек, на которого вы взорвались, он не понимает, так что я сделаю, я же ничего не сделала. Ну, накопилась определенная масса в человеке, которая требовала всплеска. И вот бессознательное таким образом реагирует. Потому что бессознательно нас учили быть элегантны, быть терпимыми, не выражать свои отрицательные эмоции. И мы бессознательно все это накапливаем. А другие люди, которые преодолели, например, если им что-то не нравится, они сразу говорят, так со мной нельзя, они делают так, не надо, или что-то такое. Вот у них в этом плане стресс может вызвать нечто другое. Они сдерживаются. Сдерживаются. Почему? Потому что им и не надо сдерживать, они выпускают пар понемногу, пока он управляемый. А вот неуправляемое накопление уже вызывает вот такой всплеск. Чувствуй эмоции, это раздражение, когда вот перестает, когда у вас уже стресс в наличии, что происходит? Вы раздражаетесь на все. Вам запахи перестают нравиться. Одежда. Вот вчера одежда, это на мне хорошо сидела, а сейчас не нравится. Вы идете в магазин покупать одежду и не можете найти то, что вам идет. Вот перемирили штук 20 платьев, там юбок, блузок, и ничего не взяли. Потому что все раздражает. Вот эта покупательница, вот этот человек сбоку прошел, толкнул, надавил на ногу, и как назло таких событий вот в таком состоянии происходит как будто бы больше и больше, когда вы раздражены. Интеллект. Это когда все плохо. Мозг перестает работать. Да, в стрессовом состоянии. Способность мозга резко уменьшается. И именно в этот момент мозг думает, а все плохо. Нет выхода. Но вот такое состояние невозможно. Вот бьешься, бьешься головой об стенку. Бестолку. Да, иногда бывает, что человеку что-то пытаешься объяснить, и не получается. Он не слышит, закрыт, и все. С одной стороны, этот человек может и вполне хорошо себя чувствует, он просто закрыт, у него свое мнение. Но вот это состояние создает стресс у вас. А может он сам в стрессе и закрылся в своей раковине, и стресс натыкается над рукой, и стресс, и они друг друга укалывают довольно-таки больно. На учитель, педагог. Да, руководитель их школы. А, это немножко с опозданием ответ. Потери смыслов. Что же такое, друзья мои, потери смыслов, ощущения тупика? Обычно к 40 годам многие люди уже устали, уже много лет работают на одной из специальностей, и им кажется, что все, жизнь прошла зря, что-то не то, или пора что-то менять. Пора что-то менять. Люди в это время идут на вторую специальность, изучают новые профессии, уходят со старой работы. Вот в основном где-то до, после 40 люди ищут новое что-то в своей жизни. Почему? Потому что старые смыслы потеряли свой смысл, да, старые цели. Человек ищет, а вообще зачем я? Вот что можно было достигнуть, он определенных успехов уже достиг в этой жизни. И говорит, ну, тупик в жизни, ну, вот что-то не то. И он начинает задавать вот эти самые философские вопросы. Пока все хорошо, этих вопросов мы не знаем, мы не говорим. А вот здесь-то и получается. И вот это эмоциональное выгорание, результат стресса, накопленного стресса, который может привести к депрессии. Так вот, посмотрим, а вообще какие этапы стресса? Бывает момент стресса, вот когда кто-то пошел рядом, там, сказал плохое слово и так далее. Но это может не иметь для нас никакого значения, если мы в ресурсном состоянии. Если до этого красного момента нам было хорошо, вот момент стресса, да, если у нас все в порядке, все нормально, то это все проходит мимо. Но если у нас нет ресурсов, и мы уже уставшие, то вызывает ответную реакцию стресс. Мы делаем какое-то действие, может это быть даже клик, какое-то резкое движение, всплеск какой энергии, или наоборот, замолчать. Но тогда удар получаем мы внутренний, получают наши органы, и таким образом наша психика получает внутренний удар, тоже влияет на состояние здоровья. Что же происходит после стресса? После стресса человек начинает анализировать, а почему было, а что было, а как было. И в зависимости от того, какой вопрос он задает, он или выходит в развитие или идет в депрессию. Если он задает вопрос, почему со мной, почему все люди такие злые, ну в чем же я виноват, то это, друзья мои, идет к депрессии. И здесь очень важно, вот если у вас есть ручки бумажки, пожалуйста, запишите. Есть другой вопрос, который может вывести на новый уровень развития. Этот вопрос звучит следующим образом. Для чего мне эта ситуация? То есть мы смотрим дальше, не назад, а почему это случилось, а для чего? Куда меня может вынести эту ситуацию? Вот единственно правильный вопрос, который поможет вам быстрее выйти из любого стресса, это вот этот самый вопрос. Для чего в моей жизни? Ну вот, вижу ваши огонечки, здорово. Так вот, когда человек больше подвержен стрессу, это до состояния, да, когда он устал, когда он голоден, даже есть такая у женщин, то ли поковорка, то ли присказка, то ли мудрость женская, когда муж приходит с работы домой уставший, ничего не говори ему, ничего не проси, накорми. Вот когда накормишь его, можешь спокойно просить все, что хочешь. Тогда он более благодушен и готов ответить вам. Так вот, друзья мои, пока человек голоден, он не в ресурсе. Когда у него что-то болит, вы сказали что-то, произошло что-то, он быстро реагирует, потому что у него отрицательно реагирует. Друзья мои, пожалуйста, напишите, что звук есть, скорее всего, только у Светланы Гершацкой нет звука. Ага, все, есть звук. Достаточно хорошо. Длительное время у человека низкий тонус. Когда человек долго грустит, вот у него получается низкий тонус. Дисбаланс эмоций. Вроде бы должно быть все хорошо, а вам плохо. Вы пошли на праздник, на корпоратив какой-то, все радуются, а вам плохо. Отчего нам плохо? А потому что часто, не единственная причина, но часто, когда у нас есть определенные ожидания, а люди вокруг не знают о наших ожиданиях и не оправдывают эти самые ожидания. И вот здесь получается эмоциональный дисбаланс. Дисбаланс в системе тела, душа, ум. Вот это то, что я сказала, вот в системе человек. Сейчас мы посмотрим, как же мы можем восстановить себя, исцелить стресс на разных уровнях. Для тела очень важно, чтобы мы хорошо спали. Иногда человек выспался, все, и весь стресс сам как рукой улетучило. Правильное питание. Есть тяжелое питание, сладкое, там, мучное, которое напрягает. Смотрите, как реагирует ваш организм. Немножко смягчите. Сделайте так, чтобы ему было легко, хорошо переваривалось, чтобы желудочно-кишечный тракт не слишком перегружался, потому что много энергии тоже идет на обработку обработку самой еды. Отдых. Важен качественный отдых, чтобы вы спали, чтобы вы занимались чем-то приятным. Отказ от вредных привычек. У каждого своя вредная привычка. У кого-то долго сидеть, у кого-то много есть, у кого-то пить и так далее. Вы сами знаете, у нас у всех есть что-нибудь такое приятненькое, что оказывается, в конце концов, вредным для тела. И хорошая физическая нагрузка, физическое состояние. А сейчас мы пойдем. Вот Сидорик спрашивает бессознательных обе увлечения. Что такое бессознательное? Это часть нашего тела, нашего существа, не тела, нашего существа, которое чего-то хочет. Оно заполнено тем, что надо. Мы делаем то, что надо. И где-то в какой-то момент вырывается то, что хочется. Так вот, хобби и увлечение позволяют проявиться сквозь эти дебри еще и то, что нам хочется. Потому что в бессознательном есть и то, что нам наваляли наши родители, учителя, воспитатели детских садов, жизненные какие-то ситуации. Но что-то еще и полезное, то, что нам нужно для выживания. Вот через хобби, через увлечение это проявляется. Приводит вот бессознательное более балансовое состояние. Мы делаем не только то, что нужно, но еще и то, что приятно. Что-то застряло в горле. Так, чувства и эмоции. Друзья мои, у нас всегда есть какие-то положительные эмоции. Иногда бывает, сидишь такой, открыл старый альбом, видишь фотографию, слушай, а как мы вот так встретились, вот пошли в парк, там что-то случилось, надо же, смотри, а какая красивая там, какая улыбка, или что-то такое. слушай, вот этот человек, а мы его давно не видели, посмотри, какой он, а сейчас как он выглядит. И вы вспоминаете. Через фотоальбом мы вдруг вспоминаем что-то хорошее и меняется наше настроение. Так вот, мы можем заранее собрать какие-то образы, которые влияют на наше состояние. Это может быть музыка, могут быть запахи. Очень полезно, например, когда вам хорошо, возьмите какое-нибудь одно ароматическое масло, конкретно его, и подышите. И каждый раз, несколько раз, когда вам хорошо, вдыхайте. А потом, в обычное время, открываем запах, вдыхаем и вспоминаем вот это состояние хорошести. Таким образом, мы создаем в себе якорь. И в нужный момент, когда у вас не хватает тонуса, вы открываете это ароматическое масло. Это может быть, смотрите, сами выбирайте. Розы, что-нибудь хвойное, эвкалипт у кого-то, что-то еще, сандал или какое-то, любое. Апельсин. Апельсиновый аромат, например, дает тонус, поднимает. Лимон дает больше энергии для действия. Вы можете выбирать для себя свой запах по своим ощущениям. Для меня такой запах, например, розмарин. У меня есть масло розмарина, и я открываю в какой-то момент, вдыхаю, и вдруг чувствую, что вот этот глубокий вдох, и через минуту, секунд 30-40 ощущаю, что 2-3 вдоха-выдоха, все, состояние изменилось. По-другому кровь потекла в теле. Вот это и есть чувство эмоций. Вы иногда кошку приласкаете, вот ощущение, какая-то тактильное ощущение. Мы любим часто эти мягкие, пушистые игрушки. Для чего? Когда берешь ее на ручки, вот это ощущение, тактильное ощущение закрепляется. Интеллект. Интеллект – это уже более осознанная работа, когда мы нацеливаем свое внимание на то, чтобы видеть положительные вещи. Это позитивное мышление. это не то, что «Ой, все хорошо», а внутри нас говорят «Да ничего хорошего у тебя нет». А мы задаем вопрос, что в этом хорошем, да, в этой ситуации, а чему это можно научить, для чего. И очень великая, прекрасная практика, великолепная благодарность. Вспомнить, а за что я благодарна сегодня. Не надо смотреть далеко. Сегодня я дышу воздухом, вот утром вышел снег такой холодный, воздух чистый, белизна, красота, ходишь и скрипит под ногами. Вот за это я благодарна, да, за то, что не чище, начинает трудно ходить, ну, это оставим, это уже. А вот вон там пять метров человек, хозяин дома прочистил тропинку, я благодарна ему. Вот эти пять метров я пройду по чищенному, по чищенной дорожке. То есть вы находите повод для благодарности. Это уже с помощью интеллекта мы настраиваем себя на то, чтобы исцелить из стресса, да, выйти из стресса, от дух. Вот здесь мы возвращаем возвращение или поиск с миссией своей ценности. Вы можете взять ручки бумаги, ручку и бумагу и написать для себя, какая на данный момент у меня ценность важнее. В чем смысл моей жизни? Люди часто живут ради других. Смысл моей жизни это мои дети, там, семья и так далее. Да, одно дело, когда вы говорите «я живу ради детей». Вы отдаете себя детям, вам ничего не остается. Но, например, я хочу жить в семье, где все дружат, друг друга благодарят и им хорошо. Это уже совершенно другие ценности, друзья мои. В центре любой ценности должны быть вы. И вот эти ценности к нам приходят извне. Мы сами ценности не производим. Ценности смысла дают нам окружающие. Род, семья, страна, не знаю, что. Вот таким образом мы получаем вот эти самые ценности. есть такая схема филогенез мозга, есть более замудренное объяснение, рептилийный мозг, лимбический нейрокортекс, есть объяснение палеокортекс, архикортекс и нейрокортекс. Это то же самое, но сейчас посмотрим, что же это такое. Так вот, первый самый древний мозг, который образовался у человека, это рептилийный мозг, рептилийный мозг. Что он делает? Читаем, многие не знают о смысле своей жизни или буквально нет мечты. Правильно говорить, надо брать ручку и писать. Обязательно мы сейчас продолжим и вы посмотрите, что там можно сделать. Да, в жизненной суете мы забываем о мечте. И когда несколько раз мы мечтали о чем-то и не получалось, организм включает защитный механизм и говорит, хватит мечтать, не надо, не испортится, не исполнится, будет больно, лучше не мечтай. Вот. Так вот, здесь как раз и включается рептильный мозг, который выбирает, это помогает мне жить, выжить или нет, это помогает мне оставить наследство или нет. то есть задача рептильного мозга выжить и выживание одного человека и выживание вида. Все. На этом заканчивается. Он постоянно реагирует какими-то яркими действиями, яркими реакциями. Следующий мозг, это лимбический мозг, или мозг млекопитающего называется. Здесь живут наши чувства и эмоции. Друзья мои, немножко может быть шумно, тут в школе сейчас перемены, скоро закончатся. Надеюсь, не так долго. Так, лимбический мозг. Лимбический мозг отличается тем, что дает нам чувства и эмоции. Чувства материнства, чувства заботы, вообще все чувства показывают нам хорошо или это плохо. Чувствую запах, нюхаю. Мне нравится вот то, что мы собирали материалы, картинки, запахи, да, вот это как раз мы насыщали лимбический мозг, потому что ему нужны вот эти чувства. И самая большая часть нашего мозга, которая не по объему велика, это тоненькая такая пленочка, которая забирает 20% энергии нашего организма, это неокортекс, это наше сознание. Оно очень энергозатратно, когда мы думаем, мы очень сильно устаем, много энергии именно затрачивается, поэтому есть система еще и организм, организм сохранения энергии. Он быстро принимает решение, вспоминает старые сценарии, вот почему старые сценарии работают, потому что есть готовый сценарий, зачем заморачиваться. А вот чтобы писать старые сценарии и новые шаблоны поведения сделать, нам приходится задействовать неокортекс, заново подумать, заново передумать. И вот филогенез, это история развития нашего мозга, вот она такова. сейчас мы с вами сделаем упражнение. Упражнение вы, наверное, может быть, слышали или чего-то, давайте сами сейчас сделаем. Для начала успокоим ум. Рассмешили смысл жизни, определяет ее цель, а цель быть счастливым, мозг так и работает, ему не надо мешать, и не надо дружить и беречь, Анохин. Ну, это отрывок из какого-то, наверное, из какой-то книги, и я, честно говоря, не смешала. Да, смысл жизни, для каждой жизни необходим смысл на каждом отрезке нашей жизни. Ну что ж, успокоим умы, для этого мы задаем себе какую-то цель, думаем, о чем мы хотим настроиться. Второй этап это нормализация и замедление дыхания. Сделайте глубокий вдох, спокойный, долгий выдох. Дальше попробуем ощущения в пальцах почувствовать. Почувствуйте мизинец правой руки. Почувствуйте, какой он. А потом безымянный палец правой руки. Почувствуйте средний палец правой руки. указательный и большой палец. Почувствуйте кисть правой руки. А теперь почувствуйте мизинец левой руки. Ничего, даже если не чувствуете, то постепенно это чувство придет. вы просто подумайте о нем. Можете его пошевелить. Мысленным взором отсканируйте средний палец левой руки. И если вы сосредоточены, то, скорее всего, вы уже почувствовали, как наливается энергия вашей руки. Почувствуйте средний палец левой руки, указательный и большой. На этом этапе у вас должны быть уже могут быть руки немножко утяжелели, перегрелись, пошло тепло в руки. Но если этого нет, тоже ничего особенного. постепенно получится. Теперь подняли руки на уровень груди, на уровень сердца. Я чуть-чуть опущу, чтобы вам было лучше видно. Вот так. Здесь. И немножко вот так легонечко качаем руки. И вы чувствуете, как между рук образуется энергетический какой-то шаг. Сопротивление между пальцами идет. и обращайте внимание, что с ним происходит на вдохе и выдохе. Следите за своим дыханием. Накачиваем этот шар энергии. Он может постепенно увеличиваться. Мы насыщаем его энергией. А теперь подумайте, что бы вы хотели сделать с этим шаром. Вы можете его направить к какому-то человеку, которому не хватает энергии. Можете помочь самой себе. Может какой-то орган ваш требует большей заботы. Где-то болит или некомфортно чувствует. Подумайте, куда бы вы хотели этот шар направить. тогда мы берем если отправить человека, то мысленно его посылаем дальше этому человеку и отпускаем. если себе поднимаем выше головы и как бы вот спокойно спускаемся и направляем в тот орган, который хотите. Это может быть сердце, может быть желудочно-кишечный тракт, ноги, руки, где угодно. Ставите и заполняйте, отпускаете. Иногда можно таким же образом свои пожелания и мечты в этот шар и отпустить в космос, чтобы он после из космоса верстнулся насыщенным и наполненным. Вот это такое упражнение, оно будет получаться с каждым разом все больше и больше. Пожалуйста, напишите в чате, у вас получилось, у кого получилось ощутить тепло, ощущение шара между пальцев, между рук. Ага, получилось, получилось, здорово. Реально тепло и плотность, да, не очень, постепенно, может у кого-то не с первого раза, но это постепенно, пальцы, шар не очень. Хорошо. Друзья мои, природа нас устроила так, что мы сами можем себя исцелять и лечить, особенно на начальных этапах. Как только чувствуете, что эмоции с эмоциями что-то не так, дайте. Сердце почувствовало обиду, сделайте и отправьте его в свое сердце. Наполните его теми качествами, которыми вы хотите. Тут дети шалят, бегают. Ладно, все ушли. И таким образом мы можем себе восстановить энергию. В правой руке больше тепла. Вот, уже начинаете чувствовать. Дело в том, что мы живем часто, у нас голова оторвана от села. То есть голова думает, 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 у нас думалка работает, вся школьная программа работает на то, чтобы осознавать. И мы мало чувствуем, уделяем внимание. А вот когда вы это делаете, вы обращаетесь к своему телу, чтобы немножко почувствовать. Ага, нет, не почувствую, ничего, постепенно получится, попробуйте еще раз в свободное время. Иногда какие-то звуки, что-то мешает сбоку, это тоже мешает. Так вот, когда разговор идет о миссии, вот сказали, да, миссия, зачем, о смыслах, есть такое понятие колесо баланса, это то, что в нас существует много сфер жизни, которые мы делаем. Смотрите, что можно сделать. Когда у нас какая-то сфера жизни не очень хороша, то страдает все тело, да, когда у вас болит палец, мизинчик, хвост на ноге, хоть где, вам плохо. Вся система чувствует дисбаланс, когда есть, когда плохо хоть одной ее части. Смотрим здоровье. У человека плохо со здоровьем, он вообще слаб, конечно, ему и радоваться не очень хочется. Нет финансов или недостаточно финансов, он чувствует опять, а почему, ну почему я не могу, почему у меня не получается, опять же плохо. Так вот, мы можем вот что сделать. взять и оценить вот эти сферы жизни по десятибалльной системе. Вот прямо сейчас возьмите ручку-бумагу и оцените на сколько баллов вы оцените свое состояние здоровья, финанса, карьеры, саморазвитие, духовность, вот такие отношения. Запишите у себя на бумажке, я дам на это секунд тридцать, кстати, пишите первые вот значения, которые приходят на ум, не очень сильно вдумываясь, а на сколько, вот просто говорите, и ваше подсознание выдаст вам какую-то цифру от одного до десяти, и вы вписываете. И вот если вы все написали, вы увидели, где у вас утечка энергии, где у вас не хватает энергии. так вот нехватку этой части можно восполнить избытком, который находится в другой. Но для начала мы не будем помогать себе самой слабой точку, самую слабую она далеко. Найдите что-нибудь среднее и подумайте. Может у кого-то недовольство своей карьерой, кто-то с саморазвитием и духовностью. посмотрите, какое действие вы можете сделать для того, чтобы восполнить свое колесо баланса. Иногда одно действие действует сразу на несколько сфер. Вы занимаетесь приятным хобби, вспоминаете, что а, я любила вышивать. Что это дает мне? Отдых, какую-то часть вот саморазвитие начинаете искать, а как новую вязку сделать, что-то другое. Появляется внутренний отдых. Вы начинаете общаться с единомышленниками, кто тоже вяжет, вспоминаете свою подругу, переписываете с ней, и у вас налаживается отношение, то есть, если там нехватка отношения с друзьями, вот семья это отдельно, это друзья, знакомые, общение с людьми получается. Или, например, мне нравится что-то в карьере с финансами, вы смотрите, как можете поднять квалификацию, где-то что-то доделать, дополнительно какую-то вещь сделать, улучшить финансы, и тогда улучшается уже, идет самореализация карьеры финансов, они как-то связаны. И духовность тоже, если вдруг вы включаете и понимание миссии, а какова моя миссия, что я могу, какой след оставить в этой вселенной, что я могу сделать для других, включается духовность, и она тянет за собой уже остальные сферы. Вы позаботитесь о своем здоровье, изменили питание, начали физически больше уделять времени, бег, ходьба, пребывание на чистом воздухе, не вдруг видите, что у вас появился красивый повод отдохнуть, выйти, скажем, на лыжах покататься, сейчас зима, или чем-то заниматься приятным, тут уже и отдых включается, и может быть финансы каким-то образом вдруг притекают. Вот это колесо баланса, но смотрите, колесо баланса бывает не только еще, не только такое, у нас важны еще баланс жизненных ролей, мы с вами по жизни выполняем много ролей, я здесь написала женские, потому что в основном у нас женщины больше женщин, но мужчины тоже есть. Первое, я личность, я как я, да, и вы называете свое имя, я как дочь, как сын, как мама, как отец, я жена, муж, я любимый, любимый, учитель, друг, профессия какая-то такая, вы сами свои роли выстраиваете, у них может быть 10, может быть 5, может быть 2, и так далее, вы выбирайте какие, но когда 2-3, это слишком мало, это слишком мало и не приносит удовлетворения, потому что нам всем хочется менять маски, менять роли, потому что, например, как дочь вы ведете совершенно иначе, нежели как мама, а как любимая женщина вы совершенно по-другому ведете, как учитель, конечно, это уже вы костюм меняете, одежду меняете, ведете себя по-другому, меняется интонация речи, и вы смотрите, насколько вы сами удовлетворены своей ролью, и дальше вот у нас такая табличка, вы пишете, что устраивает и что не устраивает, но можно улучшить, вот вы можете прямо сейчас вот такую табличку сделать, давайте я вам дам одну минуту 60 секунд, да, вы определите свои роли, какие хотите, можете выбрать прямо те, которые здесь есть, степень удовлетворенности по 10-бальной системе, дальше, что вас устраивает в этой роли, в чем вы хороши, и что можно улучшить, очень хорошая тема для педсовета, да, да, потому что, друзья мои, мы не только учителя, мы, общаясь с детьми, мы даем еще и свой жизненный опыт, то, какой мы друг, какой мы коллега, какая мама именно, сестра, вот это все роли, брат, это все роли, которые мы проявляем, транслируем вовне, если мы чувствуем, что я неродивая дочь, я плохо заботюсь о своей маме, выливается в то, что я пытаюсь или дочь или компенсировать своему ребенку другому человеку, или не додать, потому что это же как, если я маме дала какое я имею право, маме не дала, дать другому человеку, нет, нельзя, то есть мы сами себе или ограничиваем, и это вводит какое-то недосостояние, дисбаланс, поэтому пишем, что устраивает и что можно улучшить, и вот когда вы написали, что можно улучшить, друзья мои, у вас уже есть целый план мероприятий, чтобы избегать стресса, чтобы выйти из стрессового состояния, если она вдруг случилась, и чтобы лучше сыграть эти роли, кстати, вы определили, в какой вот роли вы самые супер-куперы, что они называются, из этих ролей, может напишите, поделитесь, что у вас лучше всего получается на 10 баллов, я как личность сама по себе довольна собой, или я жена, я любимый, я учитель, я точно друг, я личность, да, ага, следующее наш слайд, уже о чем говорит, друзья мои, дисбаланс и стресс, ага, я мама, я жена, здорово, видите, сколько у нас ролей, я женщина, вот, я учитель, прекрасно, я муза, ой, это вообще великолепная вещь, великолепное состояние, смотрите, мы по жизни, любая система имеет свои этапы развития, рождение, детство, интенсивное развитие, сбор урожая, старость и смерть системы, то есть мы живем, рождаемся, растем, учимся чему-то, потом пожинаем плоды наших трудов, стареем и умираем, и зарождаются новые жизни, так вот, стресс, это состояние, когда наш организм говорит, что вот этот жизненный этап изжил себя, тебе надо перейти на новую ступень, вот эта ступень прошла все четыре этапа роста, все переходи на следующую, понимаете, стресс указывает, что что-то надо менять, и вот как заставить нас в жизни меняться, друзья мои, когда уже слишком тесно, невыносимо, вот как первый цыпленочек, он вылезает весь такой мокренький, ему уже неудобно, и после этого он оглядывается вокруг, и в глазах интерес, о, куда я попал, и что тут такого, нами движет для того, чтобы мы изменились по жизни, две причины, или уже невозможно, или уже страшно интересно, страшно тесно, страшно интересно, вот эти две движущие системы заставляют нас развиваться, иначе мы бы сидели на месте, не развивались, все было бы, ну, как болото, да, так оказывается, что стресс имеет в себе и положительную сторону, и мы переживаем, кроме разных ролей, есть архетипы, что такое архетипы, это тоже те же самые роли, но уже которые веками устоялись, например, есть женские архетипы, богиня, муза, волшебница, жилна, невеста, защитница, берегиня, тут они не по очереди, не по раму, а просто, да, перечисляются, мать, ведьма, царица, фея, обольстительница, и мужские, бог, бог, богиня, да, муза и творец, они взаимодействуют, например, если вы муза, то есть творец, который творит, волшебник и волшебница вместе создают пару, муж и жена, жених и невеста, воин, который воюет, мужчина, да, с внешними врагами, и защитница, берегиня, которая защищает внутреннее состояние свое душевное. Самое интересное, что в одном и том же человеке могут существовать одновременные женские и мужские архетипы. В балансе 80-20 где-то это нормально, ваш, если вы, женщина, у вас женских архетипов на 80, на 20, скажем, мужских. Это и наоборот у мужчин 80 мужских и 20 женских. Но вот иногда колеблется, какие-то качества выдвигаются вперед, да, например, надо что-то сотворить, и вы, если в школе, для школы что-то сделать, например, построились, там, плакаты и так далее, то вы уже из музы приходите в творца, даже если вы женщина, да. Ведьма, ведьма, это тот, кто ведает, здесь, и если он уже свои знания использует во вред на зло, это злая ведьма, да, а ведьма от слова ведать, он же добытчик, добытчик опытный, уже знает, где добыть охоту, еду и так далее. Здесь опыт, уже человек, обладающий определенным жизненным опытом. Царь и царица это архетипы, которые берут на себя ответственность не только за себя, но и за семью, за дом, за город, за что-то. То есть это масштабирующая личность. Фея и маг это личности, которые, архетипы, которые взаимодействуют уже не только на телесном уровне, но и на уровне духа. Они взаимодействуют с окружающей средой, с природой, со вселенной. У них сфера деятельности может быть не столько видимая. Люди со временем, когда стареет, что получается? Физическое тело слабеет, но усиливается какая-то духовность. И в этот момент человек может вам сказать только одно слово, и оно действует. почему так важно благословение бабушки, да, самого старшего человека в роду. Он благословил, он вроде бы слово сказал, но это слово имеет определенную очень сильную силу. Обольстительница и разведчик здесь уже вот это пара. Есть другая система архетипов. Вот мы можем посмотреть, если вас интересует, да, какой тут архетип? Найти рай. Это ребенок, он ищет безопасность и рай, мудрец ищет понимание, а искатель ищет свободы, ему нужна свобода. Оставить след в мире, вот, кто-то хочет найти рай, а оставить след в мире, это как раз то, что касается духа, миссии и так далее. Кто-то, ну что, иногда это бунтари, который ищет независимости и чтобы оставить след в мире, нужно иметь некую силу, внутреннюю силу, духовную силу, это маг. Мастерство это герой, который завладел мастерски своим мечом, луком, луком или чем. Себя и сопряжающий миром, это любовник, эстет, который видит, наслаждается, ходит на концерты, аплодирует, он вот такие ощущения. Шут, он получает удовольствие, радуется и радует других. Кстати, шуты в королевстве были самыми мудрыми людьми, советниками, единственные, которые могли говорить все, что думают, им этого не возбранялось, даже самую горькую правду, они через шутку передавали и говорили об этом. И славный малый, это когда человек с окружающими прекрасно общается, знает, где, какие связи, что-то делать. Вот эти крайние, если вы посмотрите, например, оставить след и любовник, эстет, и героя мастерства, они как бы вместе. Центральные фигуры, наиболее яркое качество, на проявление этих качеств. И структурировать мир. Структурировать мир, кто может? Заботливость создает комфорт. Вы, как мама, заботитесь, как хозяйка, чтобы в доме было все хорошо, комфортно, вот это сделали. Попросили мужа там прибить квостик, где нужно шурупчик завернуть и так далее. Правитель создает контроль. Он знает, так дети вовремя пришли, так надо вот это сделать. Правитель, он структурирует власть, структурирует роль каждого в системе, внутри системы. Творец творит, инновации задает. И вот все эти роли, это не разные люди, это мы с вами. И когда мы застреваем в одной из ролей, мы переживаем стресс. Чтобы нас вытолкнуть, появляется некоторый стресс, который говорит, выйди, иди куда-нибудь дальше. Так вот, друзья мои, посмотрите, в какой роли вы застряли в тот момент, когда, если у вас депрессия сейчас, или когда будет, открывайте эту картинку, смотрите и говорите, а куда я хочу идти? Хочу найти рай? Да. Оставить след в мире? Да. Может, мне нужно наладить связь с окружающим или структурировать мир? Тогда вы идете в этом направлении, и у вас все прекрасно получится. Где найти силы для достижения цели, друзья мои? Вот это самое важное, чтобы Мюнхгаузен как вытащил себя за волосы? Так вот, где найти эту силу, чтобы вытащить себя из этого состояния? Во-первых, когда у нас есть некое желание и плюс потребность хочется, у нас появляется это равно ценность цели. Ценность любой цели равняется желание и потребность. Какая энергия нужна для него? Если потребность высокая, возможности маленькие, то нам нужно больше энергии. Если, например, потребность так себя возможностей полно, то нам энергии не нужно. Поэтому мы идем, как только нам плохо идем, покупаем шоколад, потому что потребность что-то сделать можно, а возможности легче всего что сделать? Купить шоколад. Возможности то есть, а вот иногда нет возможности выйти прогуляться частик на чистом воздухе, вот уже энергии не хватает, тут требуется больше энергии. но есть еще интересный момент, энергия производится только тогда, когда в ней есть потребность, если вы говорите, что у меня потребность, правильно формулируете, в том, чтобы получить определенную порцию чистого воздуха, или потребность, чтобы продвинуться по карьере, продвинуться, улучшить свое финансовое состояние, вы создаете эту потребность, измеряете свои возможности, и когда у вас разница большая, вы понимаете, что вам нужно найти энергию, и у вас организм будет вырабатываться, но смотрите, что получается, происходит стресс, вырабатывается энергия, мы вместо того, чтобы двигаться вперед, мы сидим, а может не надо, а может не сейчас, а может потом, а что скажут люди, и вот эта энергия скапливается, скапливается, и получается болото, и эта внутренняя напряженная энергия где-то должна выйти, как она выходит боком, вот тем же самым стрессом, и выходит болезнями, хроническими заболеваниями, или чем-то, так вот, друзья мои, чтобы стресс не сковал вас, вам надо направить его куда-то, вы создаете себе цели, куда хотите идти, что хотите изменить, вот, можете, или по колесу баланса посмотреть, смотрите, вам было сегодня дано три инструмента, колесо баланса, колесо жизненных ролей, и архетипы, вы смотрите, в какую архетипическую роль хотите направить свои энергии, и идите туда, у вас будут изменения, а стресс вас просто трясет, чтобы вы не засиделись на одном месте, потому что пора двигаться вперед, пора развиваться, и резюме, резюмируем сегодняшние вот эти, отдыхайте, ешьте, пейте, любите и творите, друзья мои, это, пожалуй, самые первые рекомендации, второе, найдите свои хобби, занимайтесь им регулярно, что такое хобби, это то физическое действие, которое радует душу, то есть то, что радует душу, переходит через руки, через тело, кто-то любит походы в гору, кто-то любит рисовать, вязать, засаду, ухаживать, цветы выращивать, любое хобби, кто-то хочет на гитаре научиться играть, идите, учитесь, играйте, найдите свое место силы, там, где вам хорошо, это может быть своя картинка, запах, музыка радости, запишите, имейте в виду, как только плохо, откройте и вспомните, потому что вы можете забыть, а если у вас в блокноте, вот на последней страничке, или где-то написано, вот это моя картинка, взяли, сфотографировали с интернета, или как, откуда фотографию, в телефон, и вложили, открыли телефон, так, где у меня ресурсы, музыка, все, плейлист какой-то, что приносит мне радость, и знайте, что любой стресс может стать источником силы и началом позитивных изменений, сделайте шаг в новом направлении, помните вопрос, который мы тогда записали, в любом стрессовом состоянии, задаем вопрос, для чего мне это, куда мне расти, да, друзья мои, вижу ваши благодарности, теплые слова, спасибо, на этом я завершила свою часть, ну что ж, было очень радостно с вами, благодарю всех, до новых встреч, до новых встреч, до новых встреч крушаться, я иду наspline, ну что ж, на buysом, это specialists, у вас одни, до новых встреч, а потом, у нас появится, позорирую, это.